Это Давича, продолжаем выпуск. Сегодня во всем мире уже в восьмой раз отмечается день мытья рук. Его цель своего рода напоминание о том, что мыло и вода могут спасти от опасных инфекционных заболеваний. Ведь мало кто задумывается о том, сколько бактерий находится вокруг нас. И, например, мыть руки нужно не только посетив уборную, но и открыв холодильник. Ведь он, говорят медики, едва ли не самый грязный предмет бытовой техники практически в каждом доме. О том, как правильно мыть руки и для чего, расскажет Елизавета Халикова. Сейчас собрались игрушки, поставили все на место и пошли мыть руки. Отложив медвежатые машинки, воспитанники детского сада спешат начать новую игру. Возле раковины можно создавать мыльные пузыри и фигурки из пены. Такая увлеченность малышей не может не радовать воспитателей и родителей. Ведь это возможность играючи привить детям любовь к гигиене. Чтобы микробов не было. Маленькие молекулы такие могут попадаться, и человек может также болеть. Надо промывать руки чисто. Надо намылить мыла, потом смывать. Их надо смывать простой водой, чтобы микробы не попали прямо в рот. Правилам гигиены в каждых дошкольных учреждениях уделяют особое внимание. Детям рассказывают, что мыть руки нужно перед едой, по возвращению с улицы, после игр с кошкой или собакой. Даже если это животное домашнее. Иными словами, мыть руки нужно регулярно. Через занятия проводим часто с детьми. Рассказываем, для чего надо мыть руки. Какие бактерии, если руки не помоем, что может быть. Показываем какие-то примеры. Какие микробы у нас на руках. А их действительно много. Большинство из микробов передают инфекционные и паразитарные заболевания. Такие как дизентерия, в народе болезнь грязных рук, брюшной тиф, гепатит А. Нередко у людей, которые игнорируют правила гигиены, появляются глисты. А в странах Азии и Африки только от диареи каждый день умирают около 5000 детей. Мытье рук предотвращает прежде всего 20% респираторных инфекций, в том числе гриппа. Ну и 50% кишечных инфекций. На сегодняшний день считается по статистике, что 85% детей именно заболевают посредством контактно-бытового пути. Это всемирная статистика, Всемирная организация здравоохранения. Кировчане, в свою очередь, как один заявляют. К чистоте они подходят со всей серьезностью. Как часто моете руки? Ой, часто очень. С чего часто моете? Ну, посмотрите, какая грязь. Инфекции, микробы. Как еще защищаться? По нескольку раз в день сохраняем свое здоровье от микробов. Восемь раз в день. Перед едой два раза, после еды два раза. Чистота злок до здоровья. Кстати, как показывает статистика, только 50% мужчин и почти 80% женщин после уборной моют руки с мылом. Остальные его игнорируют. И лишь один человек из 20 моет руки правильно. Несмотря на непопулярность, техника правильного мытья рук довольно проста. Необходимо смочить руки в теплой воде и затем намыливать в течение 20 секунд, включая запястье. Чтобы отмерить это время, можно напеть про себя песню «В лесу родилась елочка». И только после этого нужно смывать пену. А затем на сухо вытереть руки. Тем временем вытирать руки лучше бумажными полотенцами. Они считаются самыми безопасными. Тканевые же копят на себе бактерии. А электрические сушилки раздувают оставшихся микробов по поверхности рук.